Приветствую вас и проблема контроля своих эмоций решает через работу в двух направлениях. Значит, первое, это работа, точнее, деятельность нервной системы. То есть у вас, возможно, врожденная чувствительность к внешним раздражителям, вследствие чего вы все происходящее вокруг вас воспринимаете несколько более ярко, более, скажем так, интенсивно, более аффективно. Дело в том, что подобное состояние развивается в ситуации стресса, когда нестабильно вокруг, когда происходят постоянные скандалы, когда вы живете в конфликтогенной ситуации. Как правило, подобное поведение мы принимаем у наших близких людей. Это могут быть родители, это могут быть друзья и прочие люди, которые непосредственно рядом с нами находятся. Соответственно, для начала нужно проверить вашу нервную систему у врача, чтобы, может быть, как-то вам облегчить ваше состояние. Далее, если у вас существует некоторый фактор, который постоянно вас отображает, то есть вот, как бы, все время вводит вас в состояние стресса, то его нужно обязательно проработать. Аффект, любой аффект, это всегда отсутствие осознанности. Дать волю эмоциям означает отключить умственную деятельность в данный момент. И вам нужно постепенно, с помощью осознания факторов, которые влияют на ваше эмоциональное состояние, выявить первоначальную проблему, которая способствовала выработке такого у вас поведения. Дальше, когда вы чувствуете, что начинает загибать, нужно фокусировать свое внимание на этом. То есть не на том, что вы говорите, что вы делаете, а именно фокусировать свое внимание исключительно на своих переживаниях. Вот чувствуете раздражение за аксиому, берется здесь то, что это ваши переживания, что в них никто не виноват. Но поскольку переживаете и вы, то это ваша проблема, в первую очередь. Не проблема других людей, ваша. И соответственно вам, в первую очередь, с этой проблемой нужно справляться. Как? Значит, еще раз. Концентрируем внимание на самом переживании и пытаемся найти ее причины. Вот. Пытаемся просто найти причину. Когда вы начинаете, как бы, испытывать злость, испытывать агрессию, принципиально в этот момент не нужно ни с кем разговаривать. Принципиально в этот момент нужно, значит, замыкаться в себе и пытаться осознать причину, по которой вы так себя ведете. Вы удивитесь, насколько подобный подход поможет вам перестать испытывать аффективное состояние. В вашей ситуации может помочь еще и зеркальность, зеркалирование, то есть отражением вас, когда вы кричите. Вам нужно увидеть себя со стороны в этот момент, и вы почувствуете, что вот тот вы, когда кричите, это не вы. Это говорят ваши эмоции, но в действительности это не вы. И тогда вам не захочется выглядеть так, вам не захочется, чтобы о вас думали, что вы именно так себя ведете, именно так вы себя представляете, вам захочется стать другим. И в результате этого вы будете направлено заниматься тем, что будете себя контролировать. То есть концентрировать внимание на том, что вы чувствуете, как вы действуете и так далее. Этому безусловно сразу не научишься. Тут нужна работа, и работа желательно очная со специальством. Но один из наиболее простых способов – это перенос энергии, которая у вас начинает выходить через крик. У вас это другое. Например, вот самый такой простой пример, когда вы берете резиновый шарик и начинаете активно его сжимать, когда вам хочется кричать. Важно, чтобы в этот момент у вас выработался рефлекс, когда вы злитесь, не сжимаете шарик, но при этом ничего не говорите, не кричите и так далее. А людям, преимущественно всем окружающим, говорить, что вас сейчас лучше не трогать, вы сегодня вам нужно время, чтобы успокоиться. Именно так и нужно поступать на первых порах. После проработки внутренних причин, после проработки возможных факторов, которые вас отображают, после изменения отношения к ним, переосмысливания их и прочего, и благодаря начальному контролю, постепенно этот контроль будет усиливаться. И ту функцию, которую выполняет изначально резиновый шарик, вы будете выполнять уже самостоятельно своими сознательными средствами, средствами психики, волевыми средствами. Но силу воли, так же как и рефлексивное поведение в данном случае, нужно тренироваться. Сразу вам это ничего не удаст, сразу моментально в мире поведения не получится. А вот в принципе, такие можно дать рекомендации в данном случае. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего доброго.